Подключаемся, друзья, до утренней молитвы нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать. Благоставляю всех вас, возлюбленные братья и сестры. Приветствую всех во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Вот так, вот так. Слава Богу, спасибо, Господи, за доброе утро. Спасибо, Боже, за эту милость и благодать, Боже, любовь Твою. Спасибо за все. Этим утром добрым благоставляю великое имя Твое, Боже всемогущий. Благоставляю великое Твое имя. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю, Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподателю. Ты пришел и вселился в нас. Аллилуйя, аллилуйя. И очистил нас от всякой скверны. И ты спас благой души нашей. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Слава. Благодарю Тебя, Господь, Боже святой, за это доброе утро. Благоставляю великое имя Твое. Благодарю Тебя, Господь, всегда за все Божие. И особенно в этот утренний час молитвы Божия. Боже, спасибо. Прими, как фемиам, благодарности слова, любви слова. Благодарности и любви Божих всевогущих. Благодарю Тебя за все, за все, за все. Милостивый Бог наш, слава Тебе. Благослови, Господь, благослови Божие всевогущих всех нас. Благослови сегодня эту трансляцию. Всех, кто уже подключился, подключается. Благословляй, Господь Божий, во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, святой и праведный. Бесчисленных миров, Господь. Единый Царь над всей вселенной. В Твоих руках мой дух, душа и плоть. Спаситель, Ты венец мой, вожделенный. Под сенью крыл Твоих спокойно я живу. Как пташка малая в Тебе я безопасен. В объятиях Твоей божественной любви тону. Как наш союз любви, прекрасен. Благодарю Тебя, Господь. Я не поэт, но иногда Бог вдохновляет писать такие стихи, молитвенные стихи в основном. Иногда призывные такие. И благодарю Бога всемогущего. Потому что то, что не выразить в прозе, иногда проще выразить стихами. Иногда то, что не выразить словами, можно выразить музыкой. Иногда то, что не выразить ни словами, ни выразить, ни земной музыкой, ни земными стихами, то живописью, графикой можно выразить. Есть языки человеческие. Есть языки ангельские. В Божьих мирах множество языков. В человеческом мире множество языков. Язык слов наших. Если брать язык слов, то вот у меня есть флаги всех народов, всех племен. И у каждого народа за каждым флагом свои языки. Порой не один, не два, а порой десятки языков за каждым флагом. Сотни даже за некоторыми. И знаете, это все богатство языка, уст. Благодарю Бога Всемогущего. Пусть на всех этих языках ставится имя Иешуа Машиаха, Иисуса Христа, Спасителя нашего Господа, во имя Иисуса Молю. Есть языки жестов, есть языки мимики, как бы, да. Есть язык телодвижений, пантонимы, допустим, там, например, как иллюстрация. Есть язык... Там много языков. Есть язык, который уловим лишь сердцем. Язык любви, без слов. Есть язык стихотворения. Вроде бы те же самые слова. Вроде слова те же, что и в прозе. Обычно мы говорим. Но мы соглашаемся, что действительно это другой язык. Я пишу, если, допустим, Бог вдохновляет, пишу эти стихотворения тоже на русском языке, но я понимаю, это другой язык. Это не тот русский, который я знаю, на котором разговариваю. Это другой русский. Это совсем другой язык. Язык стихотворения. Английский. Да, хороший язык. Прекрасный язык. Но язык английский стихотворный, это совсем другой язык. Язык живописи, графики, язык искусства, другой язык. Язык музыки, другой язык. И потому же я сужу, что и на небесах языков огромное количество. Языков ангельских множество. Язык ангельского стихотворения, язык ангельских живописей и композиций, рисунков, язык ангельской музыки. Это другой язык. Я не музыкант, но однажды я слышал музыку с другого, будем так говорить, мира, с другого измерения. Это потрясающе было. Это непередаваемо. Благодарю Бога всемогущего, что в нашем, в этом временном измерении, временном мире, временном мире, ударение по-другому ставишь, уже другое значение. Временном мире или временном мире, временном измерении, реальном мире, в котором мы сейчас находимся в данный момент. Но более реальный, божественный мир приходит в этот мир. И Бог благооставляет, освящает своим присутствием нас. Слава Богу. Сегодня 4 сентября, 18-й год на дворе. По гражданскому нашему лету исчислению. А в библейском исчислении с завершением месяца я посмотрел сегодня утром. Ну, когда еще было темно. Вот, засветло. За светло еще, да, посмотрел. Луна была, видно, хорошо. Ну, месяц уже убывает. Уже осталось от него совсем немного. Сегодня 24-е число уже лунного календаря библейского исчисления. Уже 24-е число месяца Эллула. Уже завершаются последние деньки 5779 года. 78-го, извиняюсь, года. И уже на дворе, уже вот, вот, уже на пороге, точнее, на пороге уже 5779-й год. От сотворения мира, вот Адама. Благодарю Бога всемогущего. Благоставляю великое имя Твое, Господь. Благоставляю великое имя Твое. Да. 5779 год назад началось творение. Начиналось творение Божие. Потому что 6 дней творение проходило, происходило в 6 таких этапов, которые описаны в Библии. 6 дней наших дней, божественных дней, удивительных дней. Запустился временной механизм. Самое интересное, временной механизм тогда запустился, когда еще и Солнца не было. Вот. Не Луны. То есть мы же так вот по солнечному календарю, мы по Солнцу ориентируемся. Солнце взошло, день начался, Солнце сел, день закончился. Луна для освещения ночью. Да, но это привычно нам исчисление. Но время, оно не зависит от Солнца и Луны. Оно не подвластно ни Луне, ни Солнцу. Время подвластно лишь Богу. Бог запустил временной механизм до создания Света, до создания Луны, до создания Солнца, до создания всего-всего. Временной механизм был запущен уже. Дни начались. Некоторые философствуют и думают, имеется в виду дни божественные, которые в нашем измерении тысячи лет. Но все гораздо проще. Временной механизм был запущен. Вначале было создано само время. В начале. Начало время. А потом все остальное пошло уже создаваться. Интересно, Бог создал свет, время, свет, все остальное. А на шестой день был создан наш пращур, пра-пра-пра-пра, много раз пра-пра-отец Адам. Прекрасный был человек. Да. И потом из него была создана Ева. Многие столетия безбожники многие посмеивались над этим. А сегодня даже человек достиг, ну не такого уровня, конечно, как Бог, но тоже как Бог, ну с маленькой буквы пусть даже. Но тоже как творец, пусть с маленькой буквы, но тоже творец. Сегодня уже клонирование, знаете ли, происходит организмов, отдельных органов. Ну то, что мы знаем по публикациям. А то, что не публикуется, это вообще отдельная тема. Вот, то, что как бы узнается так случайно, как бы, человеческим родом. То, что прячется от глаз человеческих, людских. Вот, клонирование, да. Но Божье творение, конечно, это не клонирование, это намного большее. Это акт его божественной любви. Это акт удивительный. Из мужчины произошла женщина. Ребро, одно из костей, да, казалось бы. И женщина. Удивительно. Наша мама была красивая. Я верю, она была красивая и умная. Женщина. И наш отец, Адам, был красивым мужчиной. Сильным, умным. Это была прекрасная семья, созданная на шестой день. И этот день мы вспоминаем уже, ну, вот, первые те шри мы называем это. Начало новомесячья. Луна, созданная, она как раз вот зачиналась, будем так говорить, начиналась. Расти начинала новомесячья. Вот, поэтому обычно все праздники у нас еврейские, библейские, они в полнолуние совершаются. Ну, допустим, полнолуние месяца Авиф, да, вот, Ниссан. Ниссан обычно для автолюбителей ассоциируется с хорошими машинами японскими. Вот, а для библейских верующих Ниссан ассоциируется с нашим исходом, с нашей Пасхой, с Господом, с чудом исхода, из царства тьмы. Вот, и в полнолуние Ниссана Бог, да, вывел нас из царства тьмы, из Египта. Возвал их сына своего. Слава тебе, Господи. В полнолуние, допустим, Адара мы празднуем и ликуем, торжествуем библейский праздник Пурим, когда враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить тот нечестивый Аман, тот Сталин, Гитлер, там, не знаю, кто еще там, Хушимин, там, Мао Цзадун, все в одном лице, там, гонитель церкви Божий, Нерон какой-то тому времени, который хотел народ Божий уничтожить Израиля, еврейский народ хотел истребить, украсть, убить и погубить буквально. Такое, некое воплощение дьявола, что ли, в человеческом роде. Хотя в каждом поколении, мудрецы говорят, действительно умные люди, замечают, в каждом поколении есть какой-то нечестивец, подобный Амана. Но тот самый Аман ничего не смог сделать с нами, слава Богу, мы живы, ибо наш Отец живой. От Авину Хай, От Авину, Отец, Авину, это Отец, От Авину Хай, наш Отец живой, имейте в виду, Авину Малкейнум Шеба Шамай, Отец наш, который на небесах, Царь наш, Владыка наш. От Авину Хай, 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 Ам Израиль Хай, народ Израиля живой, Потому что наш Отец Небесный, Бог Святой, живой. Есть слово Авину, прекрасное слово Авину, да, и мы молимся часто, и мы говорим, Авину Малкейнум Шеба Шамай, Отец наш, Бог Царь наш, который на небесах живет, слава тебе, Господи. Мы благодарим Бога Всемогущего, кстати, Машиах, Иешуа, Христос Иисус, он именно с этих слов начал свое учение, молитвы для учеников своих, Он так и сказал, эти слова, которые и до Иисуса миллионы верующих повторяли, но он именно с этого начал, Авину Малкейнум Шеба Шамай, Отец наш, что на небесах живет, или в славянском сущий, на небесах, сущий еще, это похоже на сый, сый, сущий, это вечно существующий, существующий, а Иегова, тот, кто был, есть и грядет, тот, кто был, есть и будет пребывать, Яхве, Иегова имя его, вот, и поэтому, да, вот тоже славянское такое выражение, сый, сущий, это тоже очень важно такое. Но, дамы и господа, благодарение Богу всемогущему за это доброе утро, братья и сестры, благоставляю всех вас в этот утренний час на этой молитве, Спасибо, Господь, за все, за милость Твою, за благодать Твою, благодарю Тебя, Боже, Аллилуйя, слава Тебе, Господь! Красота Иисуса, светись во мне, Чистота и любовь пролезь, Много прекрасных песен евангельских, в христианстве тоже очень много прекрасных песен родилось, в еврейском народе, с покол веков рождались прекрасные песни, и христианство, продолжая эту традицию такую добрую, за два тысячелетия много прекрасных песен родило, проставляя Творца, Бога, Богов, Господа, Господствующих. И вот слово Авину, Отец, прекрасное слово, но есть и другое еще слово, Аба, 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 это папочка, папуленька, папенька. На украинском есть слово, тоже, которым переводится Аба, это Татус, Татус, Таточка, Татус. Аба, Отче, то есть Аба, Авину, папочка, папа, папуленька, отец. Так взывает Дух Святой, Руах Акадош, дыхание Бога, Дух Святой, который поселяется в человеческом естестве, как в храме своем, и Он взывает к небесам. Ава, Отче, Авину, Ава, Авину, Ава, Авину, Ава, Авину. Ну, папочка, папа, это то, что взывается изнутри, вырывается из нашего естества, когда Дух Святой поселяется в нас, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны, ну и, понятно, дочери, сыны, дети, дети Божьи, можно так перевести, сыны Божьи. Это Римляна, 8 глава, сейчас я читаю сегодняшним чтением. Римляна, 8 глава, 14 стиха и далее. И 15 стих, вот как раз здесь, где Аба, Отче, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Аба, Отче, Ава, Авину, Ава, Авину, Ава, Авину, Отче, это славянское слово, уже неупотребляемое фактически, оно осталось в современном русском языке лишь созвучно с Отчимом, это как бы отец, но не родной отец. Вот поэтому то, что в сендарьном переводе Отче, оно как бы не очень красиво сегодня звучит. В 19 веке это было нормально, но уже в 21, когда, как говорится, космические корабли уже бороздят просторы Вселенной, русский уже другой совсем язык уже, не то, что был в 19 веке. И поэтому вот это вот Отче, оно как бы, оно режет слух, и вообще оно не из этой оперы уже совсем. То есть его надо убрать однозначно. Это слово здесь, значит, и изменить более правильным, созвучным, значит, именно Отец, Отец, в современном русском языке, Отец. Отче это тогда говорилось. Вот, Отче наш, да, это Отец наш, Отец наш. Вот, а еще буквально, если Авва, здесь не папочка же написана, значит, да, Авва, тогда надо и второе слово тоже на еврейском написать. Я не понимаю, вот, вот, синодальные переводчики из-за своей религиозно-политической такой игры, из-за своих суеверий религиозно-политических, они вот так вот набедокурили. Одно слово оставили на еврейском, а другое вот таким вот, со славянским таким оттенком оставили, записали. Авва, Отче. Поэтому, получается, несу разницы немного. Надо или все это выражение на еврейском, либо все на русском сделать. Если все на еврейском, то надо написать здесь так, Авва, Авину. Авва, Авину. Дух Святой взывает, неважно, кто ты по национальности, какого цвета твоей кожи, какой твой язык, какое твое наличие, но если ты сейчас слушаешь меня, то, значит, ты понимаешь русский язык. Вот, значит, но, но, значит, друзья, надо отдать должное, на самом деле, если Дух Святой взывает нас на своем родном еврейском языке, да, значит, то, которое Бог дал евреям, родив свой народ, то это будет звучать как Авва, Отче. Авва, Авину. Авва, Авину именно. Не Авва, Отче. Это Авва, Отче, опять-таки слова. Синодальные эти все еще последствия. Вот. Или же на русском перевести полностью тогда уже. И тогда, получается, Духа, которым взываем Папочка, Папа. Или Папуленька, Отец. Ну, это контрастно очень. А так вот, Папочка, Папа. Вот тогда надо, или Папенька, Папа. Вот, значит, тогда надо так вот перевести, чтобы полностью было на русском языке, не на еврейском. Вот. Ну, все-таки, я лично за то, ну, моя душа лично за то, чтобы было переведено все-таки, ну, как бы оставлено на еврейском. И оба слова были на еврейском. Авва, Авину. А дальше потрясающе, в 16 стихе. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Аминь. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Папочка, Папа, Папуленька, Отец, Ава, Авину. Благодарю тебя, Господь, за все. За эту милость и благодать. Благодарю тебя, Господь, за этот день. Благодарю тебя, Господь, за уже 24 число месяца. Элула, Элула, Элуд, Элуд. Спасибо. Еврейским сознанием всегда это слово Элул, название этого месяца, оно никак не переводится Элул. Это воспринимается всегда еврейским сознанием и подсознанием как аббревиатура, как некая такая таинственность, как некая загадка, тайна неразгаданная. Как аббревиатура Элул воспринимается всегда как расшифровка самого главного места из Священного Писания. Стих всех стихов, его так можно назвать. Школа богословский иудаизм, еще до Иисуса Христа, еще до нашей эры, признали этот стих стихом всех стихов. Стих всех стихов из Библии, из Торы, пророков, писаний всех еврейских. Мудрецам спрашивали, цартиков, мудрецов этих праведников спрашивали, отцы, скажите нам, дайте нам, как в христианстве мы говорим, золотой стих, золотой стих, который бы открыл всю Библию, все писания еврейские наши открыл. Мудрецы размышляли, молились, прочитывали вновь и вновь писания священные. И самое удивительное, разные школы, противоречащие друг другу во всем фактически, даже в мелочах, даже в обрядах, традиции, допустим, Ханука. Ханука, праздник обновления, в декабре празднуется, по нашему исчислению, получается. И интересно, в одной школе, допустим, школа Шамая, мы знаем, школа Шамая, там сразу все светильники зажигали, первый день Хануки, вот, а потом каждый день по одному гасили светильнику. И в последний день праздника уже горел, горел лишь Шамаш, стушка, да, и последний светильник, и потом их погасали. И говорили, а теперь, и Шамай говорил, старший Шамай, говорил, и теперь вы свет миру, вы светите теперь всем. Теперь этот свет, он вас. А другая школа, мы ее знаем, как школа Гилеля, да, то там наоборот, там в первый день только лишь Шамаш горел, первая свеча, ну, как бы, которая зажигает все остальные, да, светильник этот, и первый светильник горел. А потом на второй день уже второй прибавляли, там горело уже там уже три, будем так говорить, ну, как два светильника и Шамаш, да. Потом четыре, дальше, дальше, и к концу праздника горел весь светильник, вся вот эта, как мы называем ее, ханукия. Ханукия, это ханукальная минора, ханукальная минора, ханукия. И, да, мы зажигаем уже, да, и в школе Гилеля, и последователи Гилеля, они как бы вот этим отличались, что в конце праздника уже весь светильник горел, весь уже, ну, как по-нашему, девятисвешник еще, потому что обычно семисвешник минора, да, семисвешная наша еврейская минора, библейская, библейская в первую очередь, Божья в первую очередь, даже скажу так, во-вторых, она библейская, в-третьих, она наша еврейская, ну, и в-четвертых, она для всех любящих Господа, чтущих Слово Его, благоговеющих перед Ним и любящих Его. Вот, это знак Божьего спасения, это знак мира, это знак Машиаха, Машиаха, знак Христа, потому что он есть свет, просвещающий все народы и слава народа своего Израиля. Вот, и удивительно, да, эти школы между собой противоречащие, даже в обрядах, я не говорю даже про доктрины, я не говорю даже про многие эти учения, я говорю даже просто чисто про обряд, и то они перечили друг друга, ну, у всех было свое объяснение, да, и у той, и той школы, конечно, были свои в этом, как бы, свое резон, было свое объяснение. Но самое удивительное, эти школы, перед пришествием Христа, разные школы были, перед пришествием, перед рождением Машиаха, вот сейчас вот Christmas time, время, библейское, если брать, предрождественское, потому что вот на днях уже, как говорится, Рождество, ну, историческое, исторического Иисуса, я имею в виду, потому что церковные, церковный Иисус, будем так говорить, да, церковные представления наши, обычно православные, ну, православные, обычно, ну, когда вспоминаем Морожийский, это вот старостильный, да, значит, будем так говорить, 7 января, вот аж. Значит, новостильные православные церкви, ну, такие большинство, в общем-то, в мире, если брать, в мире, я имею в виду, не в Украине, а в мире, и католические церкви, католическая церковь, безусловно, значит, протестантские большинство церквей в мире, это 25 декабря, и поэтому даже в мире, в протестантском, католическом, на западе, допустим, вот в Америке был я два раза, на Christmas time, это от дня благодарения, начиная, вот, и до, значит, 25 декабря, получается, ну, месяц вот такого Christmas time, мне очень нравится Christmas time в Штатах, это вообще потрясающее событие, я на Christmas time побывал два раза, получается, так совпало, все это время Christmas time, время Рождества, и от заснеженной Аляски, до солнечной Флориды, от Калифорнии, золотой, до Нью-Йорка, да, и великих озер, там, то есть, по всем штатам, ну, половину, что в Америке проехало, 25 штатов, получается, и за вот эти поездки, Christmas time мне так понравилось, это время переживаний, везде, джингл бэнс, джингл бэнс, наш мессианский Christmas time, точнее даже выразится, потому что далеко не все евреи еще, к сожалению, верят, что Иешуа есть Машиах, Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго, к сожалению, еще далеко не всем открыта эта истина, Отец Небесный, открой, Господь, Своему народу, эту тайну, открой, Своему народу, Господь Божий, всему народу, Своему Божию, Господь, во имя Иисуса, и всем народам, всем племенам, Господь, потому что в этом счастье наше, в этом жизнь наша, потому что верующий в Иисуса, как в настоящего Христа, истинного Христа, Сына Бога Живаго, имеет жизнь вечную, неверующий представляет его лживым, неверующий обманут, но верующий спасен, и возрожден, и имеет жизнь вечную, верующий в Сына Божьего, имеет жизнь вечную, Аллилуйя, спасибо тебе Господь за все Благодарю тебя Так что, господа, братья и сестры Сейчас время как раз Christmas time предрождественское И я приглашаю всех анонсом Также я уже говорил не раз об этом Сейчас еще раз скажу, что приглашаю всех анонсом На ночь бдения Все ночное бдение нашей архиепископии Все ночное бдение Сделаем и рождественские гимны Какие-то тоже споем Обязательно В этом году, получается, в 18-м По гражданскому исчислению это совпадет В ночь с 9 на 10 Получается, да С 9 на 10 сентября Уже скоро Ночь бдения Вот, рождественская ночь Тихая ночь Святая ночь Дремлет все Лишь не спит Благоговенье Святая Прекрасные гимны Песни прекрасные Вот этот багаж Это богатство христианское За два тысячелетия много Действительно Доброго, светлого было Просто надо это Ну, подкорректировать Действительно И направить в нужное русло Господу нашему Прославить его За все Да, друзья мои И сегодня Хочу поделиться Вот еще и тем словом Я прочитал из Римлян Послание С 8 главы С 14 стиха 15-й Еще и 16 стихи Присокупил И также Хочу сказать Три стиха Слова Можно так выразить Три слова Которые В конце прошлого года 2017-го Получается По нашему счастливению Кажданскому Я Слышал от Господа Во сне Эти слова Я написал Здесь Под этим видео Со страницы Нашей киевской архиепископии Вот И Они были простые Эти слова Но Они были Для меня Тогда Просто Жизнью Да и сейчас Прошло уже Почти год прошел Но Они До сих пор Переворачивают мою душу До сих пор Я под впечатлением Этих слов Первое слово Было такое Оно как бы Каждое слово Оно имело такое Интересное Как бы Исполнение Если брать так Музыкально То Говорилось Как бы громко А потом Как бы Тихо Как бы Как подпись Я представляю Ну тогда Я представил себе Как подпись Или как бы Или как отзыв Как эхо И каждый раз Так было Три раза Три слова Первое слово Такое было Я люблю тебя Всегда И потом Тихо Твой небесный папа Папочка Потом было второе слово Оно было такое Я искупил тебя И так тихо дальше Как вот Как подпись такая Отзыв Эхо Твой брат Иисус Христос Потом было третье слово Следом же Третье слово Я всегда с тобой И потом Так тихо Божий Дух Святой И я проснулся Это было Прямо Перед пробуждением Ранним ранним Еще утром Я пробудился Я спал Там на раскладушке Вот Значит И Чуть не грохнулся С него Настолько Это вот Как бы Ну как Знаете Ну не знаю С чем сравнить Как током ударило Не знаю Ну только В хорошем смысле слова Не как физическим током Знаете Там Шубанул Как я там ударил Не-не Значит Меня ударило Током Я знаю Что такое Это очень приятное переживание Но А здесь Таким приятным током Как бы Ну как это выразиться Даже не знаю Ну божественным током Как бы Можно так выразиться Он Ну коснулся еще физическим Даже Не просто Духа Не просто души Но даже И тела коснулся Вот Удивительная история И Я вот Аж не грохнулся Ну не то Что я не упал С раскладушки Но Перевернулся И потом Ну резко встал Значит И благодарил Бога За все Хвалил его И написал А даже Еще засветло Получалось Но Тут же написал Всем Своим друзьям Значит Чтобы они увидели это Вот Поделился этой радостью Вот что Господь Хотя Два тысячелетия назад Все это было уже сказано Два тысячелетия Это Как бы Не новое Но Когда оно Для тебя прозвучало Это все новое Рема Когда рема Это становится твоей То это вообще Все новое Вот так вот Друзья Давайте мы сейчас Совершим хлебопрекомнение Причастие Да Молюсь Паки и паки За вот это Как говорится Снова и снова Событие Года Наймасштабнейшая Христианская Подия Рогу 23 вересня Хрещатик О 10.00 Свято Подяки 2018 Рек Стивен Болдин Будет И Инши Гости Слава Богу Благоставляю Эту Наймасштабнейшую Христианскую Подию Рогу Самое Масштабное Христианское Событие Года Так можно перевести Благоставляю Во имя Иисуса Христа И Я думаю Что мы даже И служение Там проведем Перенесем туда Не на Кловской Как обычно Первомайского Шерсти Где мы проводим Каждое воскресенье Там арендованном Помещении А прямо на Хрищатске Потому что будет Общее Межхристианское Служение Будет Ранковое Богослужение По 10.00 Значит И это Утреннее Собрание Утреннее Богослужение Будет С 10.00 И оно Нам Е За счет Сказаты Богу Дякую Аллилуйя Таки да Нам есть За счет Сказаты Богу Дякую Повсяк Час Повсяк Час Аллилуйя Аллилуйя Но прекрасно Когда Вот действительно Такой день Мы Отделяем Когда Богу Говорим Спасибо Это не Господний Праздник Это наш праздник Но это наш праздник Господу Спасибо Что он говорит Никому Ты еще Он говорит Богу Спасибо Это прекрасно Благодарности Слова Благодарение Это всегда Прекрасно Восхитительно Но конечно Особенно Умеряют меня Его праздники Это Слава Богу Мы в преддверии Этих Осенних праздников Поэтому я Снова и снова Паки и паки Предупреждаю вас Что В ночь С 9 на 10 сентября Подключайтесь К прямому эфиру Моему Всеношного Гдения Будем делать Всю ночь Такими Нарезками По часу Трансляции Слава Богу Да Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Святой Израилев Начиная С вечерней молитвы Уже с 6 вечера До 6 утра 12 часов Такое будет у нас Как сейчас еще говорят Ворожение такое Я слышал в христианстве Уже современном Молитвенный марафон Тоже интересно Ну это может не марафон Но тоже Вечерний все И ночное День Слава Богу Это будет Праздник библейский Он называется В Библии Он называется Йом Труа Йом Труа Праздник трубного зова Праздник трубления Праздник труб В Синдале Так вам перевели Да Но буквально там Праздник трубного зова Зова трубы Зова шафара Призыва шафара Так вот правильно Скорее Вот и Значит Ну в народе Нашем Обычно Это Ну по другому Называется Народное название Совсем другое Народное название Это Голова года Рос-шашана Голова года И это народное название Оно так Прилипло уже К нему Уже Привыкли больше Хотя Библейское название Сегодня Все больше и больше Как и на слуху Йом Труа Но По-прежнему Да Вот обычно Мы говорим Шагана Това Шагана Това Шагана Това Да Обычно Поем песенки Такие веселые Едим Яблоки с медом Благодарим Бога Обычно Ассоциация такая Яблоки с медом Да С Новым годом Ну Еврейским Хапинским Новым годом Вот Но Библейские Это не просто Яблоки с медом Это не просто Рыбья голова Там И наше рассуждение О голове И хвосте Да Это не просто Да Мы рассуждаем Что мы голова А не хвост Что Бог нас создал Быть головой Поэтому Многие удивляются Почему у евреев Нароша Шагана Рыбья голова Значит Приготовлена Вот Мы рассуждаем Что мы Голова А не хвост Ну Обычно Я там Если приготовляю То это Уха получается Такая И рыбья голова Те не лежащие Там Мало мяса Ну Как бы Мяса Мало что можно съесть С этой головы Но зато Удовольствие Самое Это как вот Семечки для многих Удовольствие Да Здесь сам принцип Важный Здесь как бы Не просто там Что-то Поесть А вот Повыковыривать И порассуждать Ну Поковыряться Так вот Мы ковыряемся В слове Божьем Ковыряемся Там В себе Порой Ковыряемся Там Значит В мудростях Мы Выковыриваем Что-то для себя Такое Очень важное Полезное И Самое Самое Важное В этом Наше Рассуждение В этом Да А библейские Да Еще гранат Обычно Ассоциируется Гранат Да Значит Ассоциируется С Новым годом У многих Очень Тоже И евреев Не евреев Потому что В гранате Ну По традиции Как бы считается Еврейской 613 Ну В таком Хорошем гранате 613 Косточек Вот этих Ну Да Таких модулей Этих Природных Да Значит Как вот По аналогии 613 заповедей Бог дал Вот В старые Давние времена Ну Во времена Бритха Даша Нового Завета Бог дал Гораздо Еще больше Всего нам Удивительно Но об этом Это уже другая тема А библейский Этот праздник Ассоциируется С шафаром Рогом Шафар Шафар Труба С трубой Так что труба Всем В хорошем смысле Слово Труба Всем Звучит Господь Грядет Кстати Этот месяц Завершается Уже последние Деньки остается Но каждый день Мы слушаем Голос шафара Шафари Или слушаем Запись У меня нет шафара Но я слушаю Запись И Да Приготовляешься Там Когда слышишь Голос шафара Там даже Человек далекий От Религии От Бога От традиции Нет Нет Да и что-то Ёкнет В сердце Вздрогнет Шутка ли Аминь Да и сейчас Благодарю 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 тебя Господь За все За все Благодарю тебя Господь За таинство Тела и крови Твоих Благодарю тебя Господь Что Никакими Богатствами Этого мира Было бы Невозможным Но стало Возможным Благодаря Жертве Твоей Крови Твоей Святой Пролитой На Голговском Хресте Два тысячи лет Назад Спасение Душ Наших Бог Во Христе Братья и сестры Дамы и господа Бог Во Христе Примирил С Собою Мир Весь Весь Этот мир Сзади меня Флаги всех Стран мира И Весь этот мир Это планетарное Спасение Недаром Ишуа Машиах И Иисус Христос У нас Ассоциируется Библейски Новозаветно С Новым Адамом Он так и называется В Новом Завете Новым Адамом Спасибо тебе Господь За нового Адама Боже Святой За новое Человечество За все Новое Ты творишь Все новое Спасибо тебе Господь За таинство Тела и крови Твоих Иисус Ты после вечера Взял Хлеб Свои Прочистые руки И ты дал Ученикам Своими Сказал Ешьте Это есть Мое тело И взял Бокал Последний Который До тебя Никто не поднимал Бокал Мессианского Царства Твоего Королевства И ты Как король Этого Королевства Взял Этот бокал И сказал И сказал Ученикам Пейте Из этой чаши Все 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 Это есть Кровь моя Нового Завета Которая За вас Проливается Во оставление Грехов В жизнь Вечную Спасибо тебе Господь Благословен Благодарение Свершается Прямо Сейчас Аминь 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 Спасибо 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 Иисус Спасибо Спасибо Иисус За долгов И за кровь Я тебя Благодарю За воскресение Твое За победу Твою Благодарю Тебя Отец Благодарю Тебя Сын Божий Иисус Христос Благодарю Тебя Утешитель Дух Святой Аллилуйя 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 Слава Тебе Божие Спасибо Господи За все Благословен Бог Наш Благословен Царь Вселенный Спасибо Тебе Благодарю Тебя Каждый День Мой День Благодарения Тебя Господь День Восхваления Тебя День Благодарности К Тебе Господь День Любви К Тебе День Любви Сказали Веда Веда День Ли Я Принадлежу Моему Возлюбленному Возлюбленный Тебя Господь Боже И есть Даты В этом Временном Измерении Тобой Назначенные Шаббаты Празднества Различные Которые Ты указал В Писании В книге Левит 23 Главе Боже И что Рождались Впоследствии В Библии Мы видим Господь Боже И книга Эсфирь Дамы Глад Эстер Пурим Божественный Твое Сверхъестественное Вмешательство В историю Боже И сегодня Рождаются Праздники Как допустим Вот Праздник Верующих Зарковный Праздник Но это Восхаление Тебя Ведь Господь 23 Здесь В Хиве На Крещатике Благодарю Тебя Господь День Благодарения В Америке В других странах И вот теперь В Украине Слава Тебе Господи Благодарю Тебя За все Восхаляю Великое Имя Твое Боже Аминь 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 Благословляю вас Братья и сестры Благословением Священческим Благословением Ааронова Благословляю вас Во имя Господа Спасителя Всех народов Во имя Иисуса Христа Он есть Подлинно Свет Просвещения Всех народов Как написано Нем И слава Народа Своего Израиля Благословляю вас Во имя Иисуса Христа Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя Идас тебе Идас тебе Иисус 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 Отец наш Сущий на небесах Да святится имя Твое Да приедет царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле Как на небе Хлеб наш насущный Дай нам на сей день Прости нам долги наши Как и мы Прощаем должникам нашим Не веди нас в искушение Избавь нас от лукавого Ибо Твое есть царство И сила и слава Вовеки веки. Аминь. И пусть благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Благословляю вас, братья и сестры. Сегодня я продолжаю занятия в семинарии. Буду преподавать, продолжаю преподавать тему экклезиология, учения о церкви. Молитесь, друзья, тоже. Прошу ваших святых молить. Молюсь за вас всех. Благословляю, друзей всех во имя Господа Иисуса Христа. И по утрам, в 6 утра также подключайтесь все дни эти. До конца сентября я здесь в Киеве, поэтому подключайтесь каждое утро в 6 утра на утреннюю молитву. Слава Богу! Пусть Бог благословит всех вас. Наипаче еще и тех, кто и в молитве, и финансово материально поддерживает мое служение Господу. Пусть Бог благословит вас всех. Аминь. Слава Богу. Да, ну, а те, кто еще не знает, как поддерживать мое служение финансово, материально, то вот под каждым видео нажмите и открываются там подробные изложения, объяснения. Прошу ваших святых молитв, друзья. Благословляю всех вас во имя Господне. Ну, я напоминаю, с 9 и 10 сентября в ночь на первое число месяце Тешвы, новолуние, да, новомесячие, это будет праздник Рошашана. Или же библейский Йом Атруа. Йом Атруа – это праздник трубного зова, праздник шафаров, зова шафара. Аллилуйя. Господь глядет. Господь глядет. Гряди, Господи, Иисусе.